приветствую всех настоящих ценителей бокса и единоборств это анти прогноз на бой александра волкова против алистара оверима сам поединок состоится уже в ближайшие выходные а конкретно пройдет в сша если по российскому времени то воскресенье утром но соответственно в сша у них там это будет суббота вечер на паре матч уже выставили коэффициенты на этот поединок александр волков является фаворитом и в этом видео мы попытаемся разобраться что именно мы увидим в октагоне как сложится бой для этого мы проанализируем технику и стиль александра волкова разберем алистара оверима а потом их стиль друг против друга сопоставим как именно они сочетаются именно друг с другом конкретно кстати париматч всем новым игрокам дает бонус до двух с половиной тысяч гривен или до 100 долларов вашей местной валюте находится этот бонус по ссылке в первом закрепленном комментарии прямо под этим видео начинаем с алистара оверима хотя он кикбоксер ну вообще вы понимаете же да что мы сегодня говорим про смешанные единоборства про юфси это не бокс так вот он кикбоксер а я всю жизнь занимаюсь боксом мне нравится именно бокс но за алистаром я слежу очень давно он бился раньше в glory в кей-1 простым языком говоря алистар оверим всегда был топовым кикбоксером и кроме того что он был техничным очень агрессивным взрывным но он при этом при всем он был сверхчеловеком то есть у нас ну сколько там тестостерона там 20 наномоль 30 но я не знаю 50 у какого-то сверх природно одаренного человека а оверим у него с такой был уровень гормонов настолько он был сверх химизированный ну в принципе наверное как и очень многие там как его противники потому что они там постоянно получают травмы и надо быть очень прочным очень хорошо восстанавливаться кроме того они супер тяжи были короче он был просто какой-то мутант то есть он по сути он был даже не совсем человек это я не знаю даже как объяснить то есть там не только мышцы а там его лицо там взгляд там просто все и потом когда он перешел в UFC он как классно но его очень быстро спустили с небес на землю то есть ему сказали дорогой давай ты больше не будешь сверх человеком а ты все-таки станешь физически обычным человеком нормальным человеком и он сразу же резко сбавил потому что когда ты был на гормонах извне у тебя это все отняли то в общем то ты будешь даже не таким как ты был а скорее даже по идее должен хуже стать но это вопрос очень как бы тонкий и короче алистар все он уже стал не тот мышцы стали более рыхлыми стал ну животик расти очень многих так в UFC потому что там тестируют усада ну и вот все он пошел по наклонной но техника сама техника у него чувство дистанция очень хорошая чувство момента он пытается именно не силы противника перерубить а пытается его обмануть он кстати тоже самое старался сделать и на пике когда был у него это все есть то есть такое он технар в общем то вот и сейчас постепенно он как-то стабилизировался после вот того спада когда его по моему ловили на чем там у него что тестостерон был повышен чуть ли там не в 20 раз да то есть и вот сейчас вроде как он стабилизировался снова даже такой у него небольшой пик но при этом ему 40 лет давайте перейдем к александру волкову это спортсмен российский я почитал про него в википедии он закончил бауманку инженер да это довольно прикольно такой и как бы интеллигентный умный мужчина и многие болеют за русских за вот ну за своих в общем обычно да но я часто особенно в смешанных единоборствах я настроен по отношению к своим часто довольно скептически почему потому что они в наших промоушенах они жестко нахимичатся они сверх люди у них не только мышцы у них лицо просто готовы разорвать всех такие брутальные а потом они приходят на запад они там сразу обмикают у них лицо сразу же уходят из них все гормоны ну и там просто бьют вообще в ноль вообще и они проводят один бой там два боя короче все проигрывают их просто оттуда увольняют или они сами уходят я думаю что александр волков именно такой я потому что еще увидел что на некоторых видео он худенький ну как худенький нормальный атлетичный да ну как бы обычно нормальный человек а на каких-то видео он такой прямо ну в общем качок я думаю а ну понятно как бы это тот самый номер вообще ловить ему нечего но когда стал узнавать то выяснилось что наоборот он в наших промоушенах был худенький а в UFC я уж не знаю как он это там делает что он там делает но по факту есть результат он именно там разросся и окреп и стал очень мощный и тяжелый он кстати на 10 сантиметров выше алистара оверима он двухметровый официально даже два метра два сантиметра кажется рост короче это его преимущество и вообще там у него история очень трудная он сначала занимался карате у него там некий микс и борется и из из бокса кстати вот мне кажется последние годы он явно в боксе поднаторел и многие как бы его критикуют что он не очень хорошо рост использует что он сам высокий а бьется как бы не издалека нанизывает на удары и ногами а как бы что к себе подпускает близко идет то есть преимущество в росте не используют я посмотрел его последний бой мне показалось он вот реально прибавляет растет сейчас и он как раз все использует да у него удары как бы короткие вроде не такие длинные но они навстречу то есть да они может быть коротки но они они все равно в разрез как бы идут и соперник сближается он раз его встретил у него базовая такая вот что он имеет это правый прямой лево боковой ну если по боксерски все вертится вокруг этого во всяком случае в последнем бою хотя там был и соперник левша поэтому с правой руки тоже надо начинать я смотрю боксерский джеб хорошо освоил прям втыкает короче переходим к тому как сложится бой я считаю что на руках али ну вообще в стойке смысле алистар он уже не тот он ниже он если он раньше был невероятно жестокий когда сверхчеловеком был то сейчас техника осталось но он пытается как бы больше типа как спойлер даже чуть-чуть как бернард хопкинс в боксе действует то есть пытается скорее разрядить схватку меньше контакта обдурить чисто поймать на удар и он поэтому ждет 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 если у него не получается так поймать то он так вот и ходит весь бой просто его сливает вот и как бы я я не верю что алистар оверим в стойке победит александр волкова я считаю что в стойке александр волков просто выиграет но на мой взгляд почему я назвал этой анти прогноз сегодня да потому что это и все здесь влияет куча факторов может быть все что угодно в принципе у алистара я вижу что теоретически я посмотрел как александр волков проиграл кертису блейдсу кажется его так зовут предпоследний бой что его можно валять то есть что сейчас сейчас объясню мне скажут алистар уже не он же не борец ударник ребят я что имею ввиду он-то ударник но значит он имеет навыки защиты от ударов сам и он теоретически может сближаться с александром и как бы уклониться там нырнуть то есть пройти мимо его ударов и обняться как минимум а уж когда они обнялись то я в борьбе ничего не понимаю я понимаю одно что алистар во всяком случае там не хуже и теоретически если он очень грамотно построить свою стратегию то я считаю что он может завалять александра поэтому мой вердикт я планирую кстати сделать ставку на этот бой может даже две ставки или одну из них или на победу александра но там небольшой коэффициент на паре матча смотрел или на победу алистар оверима именно по очкам что в теории может завалять за пять раундов ну то есть в одном свалит в другом александр встанет уже как бы сил меньше ну понимаете да и за счет этого выиграть вот но это это шансов это как бы мало но коэффициент зато очень большой в общем такие вот дела вы если увлекаетесь ставками я вам ничего не советую вообще думайте своей головой то есть такие дела спасибо что посмотрели данное видео еще раз мой вердикт довольно я думаю стабильная победа александра волкова или если аверим очень грамотно будет действовать то александр может завалять скорее всего у досрочисти не хватит но по очкам как бы завалять может но опять же это и все как говорится случится может все что угодно всем добра до новых встреч тушу камеру